Здравствуйте! В эфире программа «Время говорить». И сегодня наша программа будет про честность. Точнее, про то, кто и зачем ее проверяет. Бизнесмены деловых партнеров, работодатели, персонал, супруги друг друга. И не просто так, а на полиграфе детекторы лжи. Насколько это этично, законно, а самое главное, достоверно, расскажет наш гость, полиграфолог Владимир Николаевич Зубков. Владимир Николаевич, здравствуйте! Очень рада видеть вас в нашей студии. Название полиграф сейчас стало на слуху благодаря, я так думаю, программе, которая идет на Центральном канале. Туда приходят звезды, известные люди и друг друга выводят на чистую воду. Программа пользуется большой популярностью, всем интересно, правду говорят или нет. Но мне кажется, что раньше все-таки это была тема прерогативой специализированных служб, структур. Ну да, спасибо большое программе, где проверяют на детекторе лжи. Но это шоу, это настоящее шоу. Настоящее тестирование проходит, безусловно, не перед публикой, не на экране, а в отдельном помещении. Для того, чтобы провести психофизиологическое исследование, существуют определенные требования. В частности, это отдельная комната. В комнате находится только полиграфолог и обследуемый. Должна соблюдаться тишина, а здесь уже подставляются... Ну, чтобы было интересно и смотрибельно. Ну да. Перед тем, как мы расскажем, как что проходит, всю кухню полиграфолога и тестируемого, расскажите, пожалуйста, как вы пришли вот в данную область профессии. Вы же еще психолог. Совершенно верно. До психолога я прослужил в вооруженных силах. По образованию я военный инженер радиосвязи. В вооруженных силах я прослужил 21 календарный год. Перед тембилизацией я закончил факультет психологии и стал работать в таможне и занимался профессиональным отбором сотрудников в таможенные органы. В 2008 году мне предложили отучиться уже на полиграфолога, на специалиста по психофизиологическим исследованиям. Я закончил национальную школу детекции лжи при Академии комплексной безопасности. А скажите, Владимир Николаевич, обязательно, чтобы стать полиграфологом, надо иметь военное прошлое и психологическое образование? Нет, конечно. А психологическую подготовку? Существует не то, что требования, а рекомендации. Лучше иметь, чтобы стать полиграфологом, рекомендовано иметь медицинское образование, юридическое или психологическое. Это не требования, это как рекомендации. Перед тем, как пройти данное тестирование, человека надо готовить. Я читала. Или это не обязательно? Вообще само тестирование на полиграфе, оно носит чисто добровольный характер. И никаких специальных, специальной подготовки для того, чтобы пройти психофизиологическое исследование не требуется. Единственное, то есть сама вот методика проведения обследования, там несколько этапов. В частности, так называемая предтестовая беседа, которая проводится около полутора часов. И, кстати, там даже есть противопоказания почти как какой-то медицинской процедуре. Это о чем речь? Ну, существуют противопоказания. Допустим, есть абсолютные и есть... Детям нельзя? Беременным? Относительные. Так вот, к относительным являются какие противопоказания? Это несовершеннолетние дети 14-16 лет. Тестирование проводится, может проводиться только с разрешения родителей и в их присутствии или психолога. Это сильная усталость, как физическая, так и психологическая болезни. То есть любое серьезное заболевание может явиться противопоказанием? Да, да, да. В стадии обострения это будет противопоказанием. Также, если человек приходит, употребив наркотики... То есть на веселе нельзя? Наркотики, алкоголь, да. Тестирование не проводится. То есть для храбрости выпить человек не может? Нет. Вот работодатель, например, хочет проверить сотрудника. Он может его заставить эту процедуру делать или это все-таки добровольно? Значит, Ирина, смотрите, существуют такие виды психологических исследований. Это скрининг, это, ну, в переводе просеивание. Существуют темы, которые работодатель хочет проверить на предмет, не наркоман ли его будущий работник, не имеет ли он алкогольной зависимости, не совершал ли он какие-либо незаконные действия на предыдущих местах работы, имеет ли он действительно, вернее, наоборот, не поддельные документы, потому что встречаются такие и дипломы поддельные и какие-то другие документы поддельные. Поэтому работодатель дает список, человек дает добро своему руководителю или перспективному руководителю, который будет у него руководителем. Соглашается и дает на это. Придя ко мне, я ему предлагаю подписать добровольное заявление о прохождении полиграфа, где он пишет, что никаких противопоказаний к прохождению полиграфа, никаких заболеваний он не имеет, что там же я его предупреждаю, что ведется аудио-видеозапись, там же он дает расписку на использование персональных данных. Ну то есть, прежде чем до вас дойти, он уже с этим соглашается. Предварительно. Предварительно уже соглашается. А бывает так, что человек там работодателю, например, или где-то кому-то другому сказал, что готов, а потом доходит до вас, видит аппаратик, полиграфолога и говорит, не, не буду. Ну вот за 12 лет моей работы полиграфологов отказов у меня было не больше 6-7 где-то отказов, когда человек писал заявление об отказе о прохождении полиграфа. Ну вот насколько такая услуга сегодня востребована? Кто чаще приходит, обращается? Нарисуйте какой-то средний портрет человека, который приходит к полиграфологу. Ну, хотелось бы в первую очередь сказать то, что очень часто обращаются с изменами. Супруг хочет проверить свою супругу. То есть, на первом месте это все-таки супруги? Нет, это не на первом месте. Я хочу вот именно начать с этого. И здесь я выступаю, когда… Супруг супругу, извините, перебиваю. Супруг супругу, супруга супругу. А, в равной степени. В равной степени. Сказать, кто больше, кто меньше, поровну. И здесь я выступаю в качестве психолога и говорю, что сейчас у вас сомнения и вы хотите… Проверите сомнения. А если эти сомнения подтвердятся, что вы будете делать с этой правдой? И вы знаете, процентов, наверное, 80 после этого на меня не выходит и уже не обращаются проверить супруга или супругу. Вы так весь бизнес себе разрушите? Ну, потому что вот действительно проверка на полиграфии… Измена мне не нравится. Я всегда говорю, проверка на верность. Возможно, что она необходима. Вот недавно ко мне обращалась женщина. Она уже приняла решение. Они разводятся с мужем. И для того, чтобы подтвердить правильность своего решения… Уже поставить последнюю точку. Да, что муж ей изменял, что у него есть любовница. Она хочет проверить этого мужа, а он дает согласие. А он согласился. В этом случае я не наношу вреда этому семейству, потому что решение уже принято. Заявление о разводе уже подано. Вот. А во многих случаях, вот когда звонки раздаются, вот 8 процентов, я говорю, что это те люди, которые пытаются переложить ответственность в принятии решения разводиться, не разводиться, на полиграфолога. Очень часто ко мне обращаются именно руководители… Бизнеса. …бизнеса с проверкой по скринингу. То есть провести скрининг потенциальных своих будущих работников. Там, как правило, много вопросов к ним, да? Ну, вот я сейчас работаю с одной… Самое интересное то, что москвичи обращаются ко мне, потому что у них здесь филиалы. И наша европейская часть более продвинутая. Они очень часто обращаются к полиграфологам. Некоторые большие организации имеют своих полиграфологов. То есть для них это норма уже такая? Это норма, да. Да, у нас еще, особенно в малом бизнесе, ну, люди, я не знаю, или пока еще не дошло… Но у нас менталитет такой, у нас как бы люди стесняются брать расписку, если кто-то у кого-то там деньги занимает. Люди стесняются и говорят, что как-то это не так, там брачные контракты. Ну, еще вот так на подкорке, что как будто это что-то не очень хорошее. Психортические мыслины подвергаются в основном руководящий состав. То есть не обычные работники, а менеджеры, администраторы, топ-менеджеры, да. Вот такой план. Очень часто, не хочу сказать, что очень часто обращаются предприниматели, у которых что-то украли. То есть их работники что-то украли. И тогда, если бы скрининг они прошли, то вероятность того, что были такие люди, он нанимали. Перед тем, как нанимать. Да. А так как уже люди там работают, соответственно, как я сказал, 20% людей, которые при удобном случае что-то украдут. И если бы украли на небольшие суммы, воруют же на миллионы. И поэтому они обращаются уже... Ну, то есть они кого-то подозревают. Подозревают, да. Подозревают и этого человека просят прийти, пройти такое исследование. Но и были истории, когда благодаря такому тестированию удавалось вывести людей на чистую воду. Видите, заключение носит рекомендательный характер. Это как? То есть я в заключении указываю, что вероятность того, что этот человек совершил кражу, порядка там 96% бывает до 99%, до 98%. А 100% бывает? Нет, конечно. Почему? Потому что, ну я не знаю, полиграфологи иногда умалчивают такую вещь, что мы можем с очень большой вероятностью до 99% признать, что человек причастен к совершению какого-то правонарушения. И можем дать заключение, что он не причастен с такой же вероятностью. То есть или-или. Но существует еще такое понятие, как решение принять невозможно. Оно небольшое, в пределах 5%, но такие вещи бывают, что оно еще называется, по-моему, инклюзив. Когда решение, виновен он или не виновен, я принять не могу. Как долго проходит исследование? В среднем исследование на полиграфии проходит около трех часов. Само тестирование на полиграфии, почему так долго? Идет подстройка прибора. Человек должен привыкнуть к датчикам. Обычно идет настройка прибора, потом стимулирующие тесты или подготовительные тесты, на которых человек отвечает, я прошу его ответить неправду, чтобы посмотреть, как он реагирует на неправду. После этого обсуждаются вопросы, вопросы обсуждаются до момента, чтобы мы работали в одном информационном поле, на котором он мог отвечать или да, или нет. Ну то есть три часа это не сама проверка, а это включая какую-то подготовку, наладку оборудования. Это минимальное количество, но бывает и два с половиной. А прерваться чайку, водички попить можно? Если обследуемый хочет руки помыть или еще что-нибудь такое, безусловно, мы снимаем. А это все возможно, да? Конечно, конечно. Но, конечно, нам было очень интересно, как проходит это тестирование, что такое полиграф и, в общем, побывать в роли испытуемых. И мы отправились в офис к Владимиру Николаевичу. Что из этого получилось, смотрим в нашем сюжете. Наша задача – мы самим убедиться, увидит он или нет какую-то неправду, в чем ты собираешься его провести. Да, я попытаюсь обмануть детектор в том, что я женат, что я не работаю на телевидении, а также попытаюсь скрыть свою дату рождения. Здравствуйте. Здравствуйте. Походите, пожалуйста. Вот это и есть полиграф. К нему подключены шесть датчиков, которые фиксируют психофизиологические реакции. Перед тем, как мы начнем обследование, мы сначала подстроим прибор с учетом волнений, переживаний Дмитрия. После того, конечно, когда он подпишет заявление о добровольном согласии. Вы согласны пройти психологический обследование на полиграфе? Да, согласен. Сейчас мы будем одевать тачки дыхания. Вот возьмите дышку, вот вы себя видите. Которые тачки придавливаются. Прибор мы подстроили под вас. Мы проведем подготовительные тесты. Пишите любую цифру от двух до шести. Хорошо. Какую вы цифру написали? Цифра пять. Про себя еще произнесите цифру пять. Да. А сейчас я вас буду спрашивать, какую цифру вы написали. И вы должны будете мне сказать неправду. Это мне необходимо для того, чтобы посмотреть на ваши реакции, как вы будете реагировать, когда говорите неправду. Цифра три? Нет. Цифра четыре? Нет. Цифра пять? Нет. Мы будем смотреть показатель кожной гальванической реакции. Вот она реакция была просто произвольная. Вот мы можем посмотреть, что на цифре пять она самая большая. Начинаем. Сегодня четверг? Да. Вы родились в 1995 году? Нет. Вы женаты? Да. Отвеченные вопросы этого теста. Вы что-нибудь скрыли от меня? Нет. Тест мы закончили. Так, ясно. Первый вопрос у нас звучал так. Вы работаете на телевидении? Вы ответили нет. Я могу с очень большой вероятностью сказать, что вы все-таки работаете на телевидении. По второму вопросу, минус семь баллов вы набрали. Значит, я могу сказать второй вопрос. Вы родились в 1995 году. Я с очень большой уверенностью могу сказать, что вы все-таки родились в 1995 году. И на последний вопрос, который у нас звучал, вы женаты? Ну, тоже очень с большой вероятностью я могу сказать, что вы не женаты. Общая сумма минус 25. То есть на все проверочные вопросы вы говорили неправду. Многие считают, что полиграф является орудием обвинения. Я всегда говорю, что полиграф спас очень многих от тюрьмы, от разных непонятных таких вещей. Потому что человек говорит, что он этого не совершал, и проверить можно только на полиграфе. А есть еще свидетели, которые говорит, один свидетель говорит, что было дело так, а другой так. Никак по-другому не проверить, кроме как этих свидетелей на полиграфе проверить эту информацию на полиграфе. Скажите, пожалуйста, имеет значение профессиональная подготовка самого полиграфолога? Обязательно. У нас очень большое количество именно профессиональных полиграфов. У нас на Дальнем Востоке, здесь в Приморском крае, во Владивостоке есть такой Юрий Николаевич Витохин. Это, если можно так сказать, гуру наших всех этих психологических начал, которые были заложены. Он уже в этой сфере больше, по-моему, 25 лет. Он готовил именно специалистов. А вот недавно я зашел в интернет и увидел такое объявление. Пройти обучение на специалиста-полиграфолога дистанционно за три часа. Ой, за три месяца. За три месяца. А в чем здесь подвох? Три месяца недостаточно, часов недостаточно, либо удаленно это невозможно сделать. Ирина, смотрите, когда я учился, моими учителями были те люди, которые стояли практически у истоков создания психофизиологических исследований у нас в России. Вот эти преподаватели, вот эти элита преподавателей нас обучала. А вот это вот за три месяца дистанционно, там ни одной фамилии преподавателя не было. Ну, то есть, посоветуем людям, которые планируют или когда-нибудь обратятся к полиграфологу, все-таки спрашивать тоже подтверждающие документы. Конечно, конечно. Потому что это может напрямую повлиять на качество и достоверность исследования. Данные исследования, они являются доказательством в суде? Во многих случаях заключение полиграфолога как эксперта принимается. Но оно является не основным, а косвенным. В дополнение для того, чтобы суд мог принять решение в одну сторону или другую. Я не так часто участвовал именно в качестве эксперта. У меня, по-моему, было несколько буквально таких экспертиз, которые я проводил. И все мои экспертизы судом принимались. По уголовным делам, видите, если мы опять посмотрим по статистике, то есть, если заключение полиграфолога носит со стороны обвинения, то, как правило, его принимают во внимание судья. А если со стороны защиты, почему-то очень часто не принимают. Владимир Николаевич, а имеет значение на каком аппарате работает эксперт? Ну, в том смысле, что какой-то более достоверно может нам выдать информацию. У нас в России очень много всевозможных типов полиграфов. Я работаю на полиграфе серии «Диана». У меня аппарат «Диана-04». Сейчас более современный аппарат есть «Диана-07». А есть такие, как «Триумф», «Крис», «Риф». Ну, то есть, их много. Их много. Американский «Лафаэт». И сказать, что какой из них лучше, это может, наверное, специалист, который проработал на том, на том, на том, и тогда он убит. Когда я обучался, преподаватель, наш преподаватель, который проработал очень долгое время в КГБ и ФСБ, он говорил, я могу протестировать даже на сковородке. Ну, скажите нам честно, уже в конце, можно обмануть полиграф? Полиграф обмануть невозможно. Если мы посмотрим, что такое полиграф, то есть, найдем в интернете, запросим, что такое полиграф, там мы прочитаем, что полиграф – это техническое средство, предназначенное для одномоментного фиксирования нескольких психофизиологических параметров, такие как дыхание, кожно-гальваническую реакцию, потоотделение или разность потенциалов между пальцами. Наше тело никогда не врет, а мы фиксируем психофизиологическое нашего тела. Люди лгали, лгут и будут лгать, поэтому полиграф нам необходим. Ой, ну на этой грустной ноте мы прощаемся. Спасибо, что пришли. Пожалуйста. Субтитры создавал DimaTorzok